Девушки отдыхают А теперь от меня Во-первых, программка спектакля Вишневый сад, о котором мы сегодня будем говорить А еще вот такой вот буклет Театру в этом году 70 лет И мы выпускаем два буклета Один для взрослых, один для детей Вот этот вот детский Это не просто буклет, который рассказывает О спектаклях детских А это еще и раскраска Раскрасть свой театр Я надеюсь, что это эксклюзив Или уже кому-нибудь оно есть? Нет, пока еще ни у кого нет Отлично, у нас эксклюзив Мы только-только из типографии Раскрашивайте Вот я сейчас уйду, а вы будете раскрашивать Спасибо большое Оль, я тебя обожаю по одной простите Ты смотришь на нашу программу Я уверен Поэтому ты знаешь, что в этот момент мы даем какое-то задание Нашим гостям Вот это я пропустила Ах, ну значит, не до конца смотрит человек Не так сильно я тебя и обожаю А может быть не сначала Я подозревала Да Смотри Поскольку ты зафлид Это завершение театра Курно-драматической части театра И именно ты отвечаешь вот за все Вот за это вот, вот за это вот все Что выходит Ну, частично Частично, да Оля, с тебя Самая крутая стата Из лишнего сада Твоя любимая На память Надо прямо признать Жизнь у нас дурацкая Точно Это тоже мой любимый статус Ну и пока На такой кусокой духовной ноте, друзья Пойдемте писаться Спасибо Пойдемте, погнали Печальные новости из мира кино и телевидения Открывается новый охотничий сезон И премьера в Саровском драматическом театре О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самые интересные события ушедшей недели Это соседский вай-фай, с вами в студии Кирилл Васенин И Петр Смирнов Петь, привет Дорогие зрители, началась весна Вот она прям началась, как по-настоящему полагается Тепло, солнышко греет, светит, все Ни дождинки, ничего, снег сошел А для любого мужчины, а порой и женщины Это особая пора Начинается пора весенней охоты Подожди, стоп, стоп, тайм-ал Давай разберемся, ты охотник Охотник Подожди, охотник Охотник Пыщ-пыщ, вот это вот все Ай-яй-яй Ну, примерно так, примерно так Да, открыт сезон весенней охоты на пернатую дичь Так она и называется Значит, вот у меня тут с собой путевочка Которая уже предварительно куплена Заготовлена Все места, так сказать, размечены Все понятно, куда идти Патроны закуплены Значит, что Страшно, что можно добывать в этом сезоне Тетерев, селезни уток, гуси и вальчнопы И не жалко тебе вот этих вот замечательных, маленьких, жичек? Очень жалко, очень жалко, но есть, как в любом, так сказать, занятия А охота, как ты понимаешь, это древняя, так сказать, традиция еще со времен первобытного человека Охота подразумевает, что добычу То есть мужчина идет на охоту, чтобы что добыть Мамонта Мамонта, да, пропитание семье Ну, она, конечно, сейчас-то уже выродилась в какую-то, ну, что ли, скажем В хобби-отдых Барская Открою вам секрет, у меня нет ни ружья, ни охотничьего билета, но все есть У Петра Смирнового Есть смешная история, условно говоря У меня один товарищ также вот пошел за вальчнопом Товарищ вернулся домой с одним, одним вот этим вот маленьким вальчнопом На что ему супруга сказала Ты, значит, живодер, как ты мог, загубил бедную птичку, у нее могли быть детки На что, значит, мой товарищ отвечает Это мужик Она ему отвечает, ну тогда ладно Слушай, и много у нас охотников в Сарове? Очень Каждый второй То есть это очень популярное занятие Потому что, друзья, вот мне все говорят, что я вот как-то там против сотрудников вне Всегда что-то им там в пику говорю Нет, у нас большинство работает в федеральном ядерном центре Много людей ходят Не соглашусь с тобой, но реально Все, в зеленом ядерном центре ходят на охоту Ну, практически, много В чем кайф? Кайф это в том, что ты повесил ружьишко на плечо, наделал резиновые сапожки и пошел в лес Просто Петр Павлович на 10 дней уходит из дома Ну, это идеал, конечно, это идеальная история Но, на самом деле От забот, от хлопот, от коллег по работе Одно из главных правил охотника Добыл, съел Кстати говоря, продолжая разговор про, ну, скажем так, про охоту Хотелось бы немножко печально, наверное, сказать К сожалению Ну, ты помнишь же фильм «Особенности национальной охоты» Особенности национальной охоты И главный генерал всей Руси Да, главный генерал нашего кинематографа Алексей Булдаков К сожалению, не скончался У него оторвался тром Друзья, сорян Нам очень печально Это очень печальная новость На самом деле, это, наверное, такой Во-первых, «Особенности национальной охоты» Это немножко раскрывающий суть всего происходящего Это, на самом деле, самый русский фильм Который мог быть вообще снят в России Про то, как люди отдыхают в России Да, и этот прекрасный образ генерала Иволгина Да, на самом деле, прототип же с «Лебеди» взят Ну, то есть, грубо говоря, интерпретация, что это генерал Лебедь Известнейший Но как он сыгран, какие фразы Это же человек, который, ну, по сути, фольклор создал Новый российский фольклор Практически любая фраза в его исполнении Ушла в народ и стала крылатой Вот, например, «Скани, сделано, пожалуйста» Самую классную фразу из фильма «Особенности национальной охоты» Вот эта фраза Вот эта Или, как говорится, «Я, как генерал, говорить не умею» Ну, заединение 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 Если посмотреть в Википедию, то окажется, что у него 150 ролей в кино 150 150 Первый раз он снялся в кино в 1982 году Это была драма «Военная сквозь огонь» Ну и, собственно, дальше просто сидишь и вот просто пальцем устать можно листать Ну что, в принципе, есть еще одна печальная новость Продолжение этой кинотелевизионной истории Ну вот, к сожалению, еще и Георгий Данелли Стало известно Что он скончался Что он скончался 4 апреля Ну, ты знаешь, я когда... Один из лучших фильмов, кстати, я тебе хочу сказать Вот фильмография просто такая же золотейшая Да, да, но лучший фильм, вот с моей точки зрения, это фильм «Кинзадза» Ку Ку, да, то есть два раза ку Прекрасный режиссер А я бы, наверное, сделала ставку, наверное, на «Мимино» Это же тоже его фильм Ларисию Ивановну Да, 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 потому что из «Мимино» тоже миллиард фраз ушел просто в народ Афоня 33, я шагаю по Москве Знаешь, что во всем этом хорошее Как ни странно, вот сейчас какая-то плохая фраза получилась Но, тем не менее, все в этом хорошее, что человек был абсолютно гениальный как режиссер И оставил после себя вот это восхитительное наследие кинематографическое Это просто потрясающе В общем, мы, скорби вместе со всей страной, на самом деле, тяжелые утраты И в том, и в другом смысле, в том, и в другом случае Ребята, ну, так бывает, это жизнь Чего ж тебе не понравится? Это жизнь, момента моря, как говорится Да Петр Павлович Да, Константин Вот ты у нас сегодня, ну, вообще, в принципе, не только сегодня В трех лицах един Телеведущий, директор, еще и депутат Вот у меня, вот, прости меня за мою нескромность Вот расскажи мне, чем занимаются депутаты Я, может, тоже когда-нибудь захочу Слушай, сейчас отдыхаем И надо понять, вот чем они занимаются Чтобы вот просто взять и ищутся Слушай, всю неделю ничего не делали, я тебе так скажу Ну, с моей точки зрения Вот, друзья, вот С моей точки зрения Всю неделю отдыхали Было 25-летие дома И после такого 25-летия нужно, как бы, после такого отдыха Нужен еще отдых Это же как они отдохнули Да Не, на самом деле, шуткой-шутками Но, прям вот, сейчас самая горячая пора Почему? Вот прям настолько горячая, что Ну, как бы, вот, просто по тебе незаметно Это ты просто, видимо, не в курсе Ну, давай, рассказывай, что у вас сейчас происходит такого О, о чем люди должны сказать Нижегородство правительства Нижегородской области Объявило сбор проектов поддержки местных инициатив Переведи, что это? Правительство говорит Друзья, граждане нашей Нижегородской области Давайте свои проекты, предложения Что надо сделать Благоустройство Дороги Дворы Да, что хотите, что надо делать Дорожки, выбивалку Ну, все-таки благоустройство То, что вот на общественной территории, условно говоря, располагается Готовы софинансировать, там, 52% область 35% муниципалитет Но вы свою копеечку добавьте, условно говоря Ну, поряд 15% нужно добавить Поэтому сейчас активно, так сказать, разрабатываем проект Активно с жителями общаемся, пособираемся, обсуждаем Сейчас уже проект более-менее готов Все, сейчас документы готовим Поэтому вот эта вся неделя, она прошла вот в этой работе Так, стопы, а вот этот вот ваш миллион в каждый двор обещанный, где? Вот, самое интересное, да Общая стоимость проекта в этом году, я рассчитываю, что он пройдет 1 миллион 200 тысяч рублей Да, это не считая того, что еще 500 тысяч парковок в том же дворе И того, это миллион 700 только в один двор Ну, то есть, подожди, ты хочешь сказать, что сейчас все депутаты, ты и твои коллеги Ну, не все, положим У него есть противники, вы понимаете Не все, не все, не, на самом деле условия такие, что 8 проектов от муниципального образования А, от всего может быть? От любого муниципального образования по 8 проектов А как жители? Максимальная сумма 16 миллионов, то есть, неважно, как они внутри распределятся Вот 16 миллионов, 8 проектов В среднем по 2, но может быть, условно говоря, подвижка Подвижка Ну, слушай, как вот вообще этот процесс происходит? Ты к жителям идешь или жители к тебе идут? Ну, на самом деле, тут инициатива, она двусторонняя То есть, у меня вот есть там, я знаю, активные жители Которые в течение моего депутатства обращались Они знают, что им надо, да И я знаю, что этот двор проблемный С ним действительно нужно много чего решить И вот уже так случилось, что все, навалились называется Миллион в каждый двор, это хорошо Миллион двести в двор, в петра Смирнова еще лучше Ну, не где он живет, в смысле, а там, где живут его избиратели Еще одна радостная новость У нас в Соротском драматическом театре премьера Премьера, да, и у нас перефекта Да, премьера, это просто замечательно И это у нас, что? Антон Павлович Чехов Это прям, немножко, нетленная классика Причем она, насколько мне известно Я еще не был на спектакле Это Вишнево-Сад Чехова И причем поставлен он прям вот По классическим театральным канонам Вот так, как оно должно быть Без, там, тектоника У Вишневого сада и так далее Я его тут перечитал недавно Я перед тем, как пойти в театр Я его перечитал И ты знаешь Хочу тебе сказать, ну, по-новому совершенно, да Воспринимаюсь, потому что, во-первых, у меня свой есть Вишневый сад Охота, Вишневый сад Да парень Я тебе хочу сказать Нет отрицательных героев Каждый прав по-своему И такие выводы, которые, знаешь, никогда не сделаешь Ну, что, условно говоря Посмотреть просто Это взгляд со стороны То есть, вот, у меня Эта книга, эта пьеса Да, не то, что книга, эта пьеса Она заставила меня посмотреть со стороны На себя и на свой Вишневый сад, который есть у нас У меня у мамы, да, и вот в деревне Действительно настоящий Вишневый сад И я знаю, что я всеми силами хочу его сохранить И я понимаю в этом смысле Помечица, да, которая вынуждена продавать Но, с другой стороны, я понимаю и купца Который Говорит, да, заработайте на нем Да, там, сделай, продайте его И будете жить дальше Но тут немножко другие уже смыслы открываются В этой истории Я предлагаю вот что Вишневый сад, мы еще сейчас Побсуждаем с нашим гостем А у жителей города спросим Какие еще нетленные классику Театральные постановки вы знаете? Слово Лени Лена, прошу Скажите нам, пожалуйста Какие театральные постановки вы знаете? Может быть, что-то смотрели в нашем театре? Лебединое озеро Артем, а какие театральные постановки Знаешь ты? Что смотрел? Не уходи от ответа Вот, женись бы я смотрела А где смотрели? По-моему, у нас в театре В нашем, да? Да А в столичных были театры? А? В столичных театрах были? В столичных? Нет, давно не была Ну, люблю Чехово Я не очень большой любитель театра 21 век на дворе, я дома смотрю А что дома смотрите? Не знаю, интернет Интернет смотрите? К сожалению, я не интересую себя В детстве смотрели что-нибудь? Нет Колобоков Ну, есть только Ну, Колобоков, еще какие-то разные мультики другие Скажите, какие театральные постановки вы знаете? Может быть, смотрели на сцене? Челкунчик Так, Вишневый сад Уже посмотрели? Да А сейчас идем в хор заниматься В ДК Как Вишневый сад-то? Ну, понравился Да, названия не помню Я смотрю все время, смотрю Всякие В наш театр ходите? В нашем тоже бываю Идиот недавно увидели Гамлет в Москве Вы вообще не тому человеку задаете вопрос Почему это? Ну, потому что я не хожу в театр Они любят театр, да? Ну, в детстве что-то смотрели Это тоже спектакль Это тоже постановка Давайте вспоминать Что в детстве смотрели Это я ничего не смотрела Нет, серьезно Я... Колобок Давайте скажем Колобок Что? Я очень стесняюсь И я не знаю Я ничего не смотрела Поэтому в детстве все Колобка смотрели Поверьте мне Или Курочку Рябу Да, давайте скажем Колобок и Курочку У меня постановку нет Читала, да Так, друзья К нам присоединился Зафлит Саровского драматического театра Ольга Логинова Ольга Приветствуем тебя Здравствуйте Привет 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 Как рада Ты к нам прислала Что такое зафлит? Ой, это очень длинно И неинтересно Заведующая Литературно-драматургической частью Ну, на самом деле я... И пока Петр Павлович Осознает эту драматическую Вводи пароль от нашего вай-фая же Скорее Какой сегодня пароль? У тебя сегодня вообще классный У тебя сегодня антракт О, легко и просто И все в буфет Антракт И очередь в буфете Да Есть, подключилась Молодец Оля, а... Я в интернете Да подожди А чем занимаются актеры Тебе должно быть... Чем занимаются актеры Когда антракт? Все в буфете, а они куда? Да Ой Ну, отдохнуть Попить Посидеть, ноги вытянуть В туалет сбегать А, ну, там... Простите У них нет фуршетного стола Все же показывают Актер вышел Там фуршетный стол Там виноградину съел Ну, сейчас я выйду Их поражу Какая виноградина? Отдышаться Текст повторить Партнеру пальцем погрозить Сказать что-то вот ты Не так Ты не так делаешь А надо вот эдак Как выбирается произведение Для того, чтобы оно было поставлено на сцене? Во-первых, я читаю пьесы Когда у меня есть свободное время Оно у меня не так часто есть Я читаю пьесы и старые Потому что, конечно, я весь этот объем До сих пор не осилила И новые, которые мне постоянно присылают Это драматурги И какие-то базы театральные, драматургические И если какая-то пьеса мне очень нравится Если я думаю, что у нее может быть жизнь На нашей сцене Я ее откладываю в специальную папочку О, как! Ну, все это в цифре, конечно Это все в компьютере Ну, то есть, подожди Ты тот самый человек, который говорит Так, в следующем сезоне, пожалуй Пожалуй, еще тренды угадать Ну, на самом деле Не совсем так Ну, тренды, естественно То есть, она не только мне должна нравиться текстового Я должна понимать, что на нее придут люди Да, в первую очередь А можно терминатор поставить на сцене театра? Не наше Гипотетически Гипотетически на сцене театра можно поставить телефонную книгу У меня-то вот Это сценарий, что ли, есть по терминатору? Ты мне его так впариваешь? Фильм смотрел Потом обсудим В общем, у меня есть два билета В Саровский драматический театр На премьеру Вишневого сада По Антону Павловичу Чехову Совершенно сумасшедшие отзывы В интернете И в вашей книге Гостей, я так понимаю Просто что-то невероятное Фурор какой-то Я так понимаю, полный зал Ну, первые два премьерных зала Были почти полными, да Вот, поэтому я Очень дорожу вот этими двумя билетами Обязательно иду Друзья, вам советую Обязательно Покупайте билеты в театр Ходите на все премьеры На все спектакли У меня мама была в театре Я просто вам скажу Это совершенно случайно Ну, приехала мама в гости Говорю, пойдем в наш театр Сходим, посмотрим что-нибудь Как-то что-нибудь Я даже не помню В принципе Рандомно Что шло очень, да, радомно Мы просто вышли Я запомнил только ее впечатление Говорит, ты знаешь, это прекрасный, говорит, театр Настолько, говорит, профессиональные трупы Лучше, чем в Минске Ну, не знаю, про Минск Ну, она была в Минске Вот буквально за этого Перед визитом в Саров Была в Минске Была там тоже в театре Он на окно Друзья, обратите внимание Чистая правда Мог бы попросить пригласительный Нет, пошел к билетам Я только покупаю билет Никогда не пригласить Вопрос вот Как за флиту Почему Вишневый сад? Почему Чехов? Почему? Ну, классика начала 20 века Это настолько нетленка такая уже Почему? Снимите мой фейспалм Мы их крупным планом Если бы вы знали Сколько раз за предыдущие три месяца Мне задавали этот вопрос И сколько раз его задавали Режиссеру спектакля Объясняю почему Значит, прямо от Адама начну У нас единственный большой театр в городе Мы должны быть разными и для всех И классика, и современная драматургия И комедия, и драмы И для детей, и для взрослых И каждый сезон, в принципе, должен вот это все в себя включать Он должен быть гармоничным Начали мы наш юбилейный сезон С французской современной комедии Продолжили английской сказкой Наша Алиса, правда, не совсем английская Она такая слегка русифицированная А французская – это сумасшедшая квартирка Да-да-да, сумасшедшая квартирка Вот наша Алиса, она так вписана В российские контексты и даже в советский Но, тем не менее, это по произведениям Левиза Кэрролла Третья премьера была Девичник Такая мелодраматическая история По пьесе американского автора То есть дальше просто вариантов не было Непременно русская и непременно классика Ну, какой-нибудь грозу Бостровского поставили А мы, кстати, думали про грозу Островского Мы начали, в общем-то, с грозы Островского В чем дело? Я могу сколь угодно перебирать тексты И говорить, как он прекрасен, давайте поставим Еще необходимый режиссер А режиссеру тоже Кстати, Вишневый, Антон Неровнов Сказали, что Антон Неровнов Ставил постановку, занимался С ним проблемы? Нет, с ним как раз проблем нет Но я, может быть, открою тайну Изначально должен был другой режиссер Ставить Вишневый сад И мы с ним сначала говорили о грозе А когда режиссер, в общем-то, ему говоришь Давайте, вот мы хотим, чтобы у нас была гроза Он молчит две недели, а потом говорит А давайте три сестры И ты понимаешь, что ему нечего сказать в грозе И, в принципе, если режиссер очень нуждается в постановке Мы можем на него надавить, заставить Но это не всегда приносит Ожидаемый результат Да, потому что Все-таки надо, чтобы все сложилось по любви Театралы Поэтому мы обсуждали с ним и грозу И три сестры Три сестры как-то не разложились на трупы Добрались до Вишневого сада А потом так получилось, что режиссер не смог нам приехать на постановку И мы прямо вот схватили Антона за грудки И сказали Вишневый сад А он что? А он очень обрадовался и испугался одновременно Почему? Это ответственная какая-то Это очень ответственный материал Не было, наверное... Ну, 110 лет прошло с момента, когда, собственно, Чехов написал И МХАТ поставил И не было, наверное, ни одной однозначно удачной постановки При том, что какие только именитые режиссеры не брались за эту пьесу И Антон, я так полагаю, давно лелеял надежду Какую-то такую знаковую, культовую вещь поставить Он понимал ответственность Понимал, что у него очень мало времени на то, чтобы разработать материалы То есть он думал о нем, уже у него какие-то наработки были Но все равно разработать именно на нашу труппу, на наших актеров В общем, ему было очень непросто Я хотел своими впечатлениями поделиться после прочтения Какой я вывод сделал? Мне кажется, это пьеса о жизни и смерти То есть жизнь, она и продолжается, с другой стороны А вот Фирс, да, как определенный, ну, как, ну, как-то слово, маскот, да Вот этого поместья, он умирает Он же в конце... Вот эта рвущаяся струна, это смерть Смерть Фирса, это не смерть конкретного человека Это смерть поместья Но, с другой стороны, удар от аппарата – это новая жизнь То есть это как бы сменяемость Ну да, это сломый бог То есть это вывод сменяется А вот это вот изгнание израиля совершенно какое-то другое получается прощение Я бы даже не подумал бы об этом Эта история, написанная 110 лет назад, она актуальна Она актуальна и по сей день Потому что так или иначе жизнь течет, меняется Но базовые вещи, они никуда не деваются, они остаются А там очень много, кстати, каких-то таких вещей, на которые живо реагирует зал Например, Лопахин говорит, стоило начать заниматься делом, чтобы понять, как мало порядочных людей И зал так, о-о-о Кстати, очень интересная реакция Я не знаю, то ли люди не знакомы с текстом, несмотря на то, что все в общем в школе Когда во втором акте Лопахин приходит, Ироневская говорит, кто, кто купил? Он говорит, я купил Ползала так, о-о-о, да ладно Типа, вот оно что То есть они не ожидали, не знаю, радоваться этому или нет С одной стороны, счастливые люди в том плане, что для них такие сюжетные открытия А в другом, а как жили-то? Сейчас еще одна мне цитата понравилась на память, не помню Настроение Епиходова Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление Чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря То, тем не менее, всегда ношу при себе револьвер Вот он, настроение Епиходова Порой бывает так, что один спектакль играет несколько составов актеров В смысле в чем? Вот на «Вишневом саде» там один актерский состав или все-таки? В основном один состав, у нас два Гаевых В одном составе Андрея Полихина играет Гаева В другом составе Сергей Закаржевский А я переиначу вопрос От состава к составу Меняется ли что-то в постановке? То есть, грубо говоря, сходить на одну постановку с одними актерами и на другую Это будет как будто бы два разных спектакля, несмотря на то, что это одно и то же произведение Нет, это не будет два разных спектакля, но это будут два абсолютно разных Гаева Даже несмотря на то, что настроение и так далее, режиссер все-таки актеру как-то настраивает его на определенное Все равно от самого актера По-разному сказал, посмотрел Да, да, да Сентонировал и так далее Даже актеры иногда себе в заданном рисунке придумывают какие-то свои вещи Тут еще надо понимать, что Гаев это очень колоритное, я так понимаю Это брат Раневской Да, это брат Раневской, который постоянно шары через центр в лозу А я как раз хочу сказать, друзья, читайте классику, читайте классику и ходите в театр на постановки этой классики, все просто Почти все информационные каналы в Телеграм сообщили о том, что Россия вдаст государственный кредит Беларуси на 600 миллионов рублей для Внимание, погашения ранее выданного кредита Во логика, да? Кстати, всего Беларусь должна России более 6,5 миллиардов рублей На одной картошке, видимо, далеко не уедешь На днях премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с обещанием, что налоговая нагрузка на россиян не будет расти еще несколько лет Пока мы все радовались, Минфин внезапно предложил обложить россиян чем? Правильно, новыми налогами Речь идет о пакологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, о гостиничном сборе и налоге с операторов связи Ждем налог на воздух На ленте.ру появилась замечательная новость Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка для бедных», в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм Дорогие мои бедняки, мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве Без нахлебников, как видите, намного дешевле, так что кушайте на здоровье, написал он После того, как журналисты обратили внимание на дороговизну хлеба в этом магазине, Стерлигов пояснил, что 440 рублей стоит не буханка, а килограмм его фирменного хлеба По мнению предпринимателя, любой пенсионер с 10-тысячной пенсии может себе позволить такой хлеб, чтобы сердечко не болело Ну а цену на ненатуральный хлеб тем временем предложили поднять до 80 рублей, так как она должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего Об этом заявил генеральный директор Омского завода Хлебодар Аркадий Гольдштейн, сославшись на то, что зерно и мука в России подорожали на 20% Нет, ну почему никто не предлагает поднять простому народу зарплаты на 20% сославшись на то, что подорожало уже вообще все? Ну а теперь мою любимую рубрику, Оль, ну ты же знаешь Ну я для тебя на самом деле, поскольку ты человек читающий, человек, который все-таки так или иначе себе пространственное мышление какое-то у тебя присутствует Мне все страшнее и страшнее с каждой фразой Тебе достается игра, мы в нее играли, по-моему, один раз, я сейчас не помню с кем уже конкретно Он жив остался? Да, 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 он даже выиграл, по-моему, в ней это было смешно, или она, я не помню сейчас уже Игра называется «Он может это» Суть игры – добавить предмету или специалисту или животному какое-то необычное действие или свойство Чем быстрее придумаешь, тем лучше Собственно, можно не думать, называть первый прилагательный предлог или глагон, который тебе придет на ум Попробуем? Ну, давай Ну, все очень просто, а все остальные нам похлопают Давайте, ребят, все вместе, спасибо Поехали Ручка Может писать, а еще ей можно проткнуть воздушный шарик Отлично, сразу только второе пиши А, хорошо, хорошо Поросенок Его можно съесть Отлично! Космический корабль Им можно врезаться в стену торгового центра Кайф, я думал, ты сказал, что он может взлететь Думал, он может взлететь Да, поехали дальше Мотоциклист Ой Может ехать в торговый центр Мы за здоровье, за правильное весна открытие Что я промолчала Давай, мотоциклист Он может в цирке Кайф, все, по колесу кататься Да, да, да Он скажет, может не шуметь Нет, не может Пайетка Она может заменить елочную игрушку Кайф, так Манишка А в нее можно вытирать руки Кайф, вообще классно Зебра Ее можно положить на дорогу Винни-Пух Что-то свинни-пухом там меня заело Может, ну, может Есть кролик, это нужно, например Он может застрять Он может спать в берлоге зимой и летом тоже Отлично, дрель Она может не шуметь Все соседи сейчас вздохнут Это новые технологии Да, да, да Нано-дрель, нано-технологии Река может выйти из берегов Кайф, соцсеть Она может затянуть и не вернуть обратно Все, молодец Оля справилась Друзья, напоследок делаем нашу классную традиционную фотку Друзья, на этом, собственно, все Программа подошла к концу Увидимся в последней неделе Будем снова обсуждать всякие разные проблемы Интересные вопросы и так далее Оставайтесь с нами Смотрите канал 16 Подписывайтесь на наш YouTube-канал А с нами был Кирилл Васенин Петр Скорбас Розафлит Саровску драматичнее Ольга Логинова Ольга Логинова Ольга, спасибо большое Всем пока Всем пока До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин